АПЛОДИСМЕНТЫ Отвечая на многочисленные записки, хочется сказать. Что-то из того, что попрошено, конечно, как-то вспоминено, что-то нет, извините. Вот сегодня получилось так, что попробовав петь ворву раздирающую песню, ворву так и разозралось, поэтому такие сильные песни, наверное, голосовые, не будут петься сегодня. Очень порадовала записка от человека по имени Шамиль, который вспомнил концерт в Уфе стародавних-давних-давних времен. Это я петь, да? Ну сейчас. Поэтому не сочтите за труд, подойдите после концерта. Не, у меня выключены. Спасибо самарским гостям, которые как только не приезжают на конференцию, сразу попадают на мой концерт. Я специально подгадываю к этому, в общем, да. Ну и что будет, то будет. Чего-то не будет, опять записки есть. Ну, Евгений Николаевич, поехали. На пикового туза погадаю я, А что выглядит, а то мне расспрашивает. Я поеду в город Тверь, к Черегодаеву. По небу ли, выбирался из воды, не совсем сухим. Скажет Светка, что меня долго не было. Скажет Сашка, что меня не хватало им. И разместимся на кухне мы маленькой, Афанасия в объеме, как не видать. На гитаре по причине, очень старенькой, На церковушку поглядим, что в окне видать. Расскажу я им, во что еще верую, И прикурим от последней, от спички мы. И рассвет протрет окно тряпкой сырою, И поеду я назад электричкою. И в вагоне для себя, что-то в раз решив, Отпущу в окошко птицу пиковую. И состав на повороте, замедлившись, И загнется мне на счастье, подкуваю. И состав на повороте, замедлившись, И загнется мне на счастье, подкуваю. Журавель и лиса Паду став от одиночества, Отправляемся в мир иной. Где спешит твое высочество, На свидание со мной? Молодая, это пригожая, Челка убрана с алба. А может, просто прохожая, А может, ты моя судьба? А за замызганными оконами, То закат, а то восход, Сверху кто-то ножкой топает, Снизу дождь идет. И ни имени, ни обчества, Тишина и благодать. И чего-то очень хочется, Да и никак не угадать. Наконец, моя хорошая, Мы останемся вдвоем, И недавно не брошено, Мы с тобой запоем. За жутким ручьями, Вешанями, Переполненной души, Хоть святой ты или грешный ты, Слушай, слушай, не дыши. Ах, как кончится пророчество, Ах, как кончится слеза, Возвращаюсь в одиночество, Возвращаюсь я назад, В неизменно-неизмерное, Что я птиц на ветру, В суверенность уяверное, Где родился и умру. А где свечи-то ноги топают, Да на закат и на восход, А за самосканными оконами, Там вся ложечка идёт, И ни имени, ни обчества, Тишина и благодать. И чего-то очень хочется, Да и никак не угадать. И никак не угадать. И никак не угадать. Палка-палка огуречек, Загоречек человечек, Он стоит, поддёрнув плечи, Но мы глядим в окно. Недавно закончен вечер, Недавно затихли речи, И таинственной предтечек, Под столом уже давно. Чтоб не выросли печали, Чтоб черти не качали, Чтоб жёны не ворчали, Пьём один лишь крепкий чай, И пока не укачали, Ча я в поисках причал, И не чая скончалась, Чья-то чистая печаль, Запятая точка-точка, Человечек на листочке, Об одним неровной строчке, Хоть швей, а хочешь и нет, В результате в чахах пыли, Положили перец чили, И в итоге получили Переперченный момент, Что-то выросли печали, А ведь начинки накачали, Что-то все мы подустали, И печаль ангет конца, Хорохорились вначале, На кого-то всё кричали, Всё кого-то обречали, И остались без лица, Запятая точка-палка, Страна в ней считалка, Кресло, бывшая качалка, Человечек под дождём, Вечер долг, век конечен, И таинственная предтеча, Всех забыл до новой встречи, До которой доживём, Не печальтесь о печали, Не печальтесь о печалах, Из печали мы скучали, И не часто вы встречались, Чтоб закончилась она, А так сидим и не скучаем, Наливаясь крепким чаем, И приятно нас качать, Нашей жизнью глубина, А так сидим и не скучаем, Наливаясь крепким чаем, И печально нас качать, Нашей жизнью глубина, С какой же ненавистью Водку пьют на солнце? Приятно, что в зале опытные люди, Шахтёры, барды, воспитатели, И то, что якобы она выводит стронца, Её не делает прохладнее и вкуснее, Напиток корчится и просится наружу, А в горле кому изумлённая душа, И кислый привкус алюминиевых кружек Живёт во всём своей стойкостью страша, И так в зените смертоносное светило, Те, кто решили стихо просят, Не смотри, Глоток, Другой, И разрывающая сила Бьёт прямо в копчик, Извините, изнутри, Потом удар такой же силы прямо в теме, Как старт ракеты, Кипа стингер воплоти, И не дожившие означенное время Тихонько молят, Ух ты, господи, прости, Дрожат ресницы, Уши, руки и колени, Мозги мягчают, Словно пена для бритья, Но удивительно, Что гадость ощущений Уравновешивает гадость бытия, И всё равно, Что происходит с селезёнкой, И всё равно, Кто в Белом доме, Кто в Кремле, И рельсы бьют по голове, Легко и звонко, И не осталось крыс на нашем корабле, И понедельник начинается в субботу, И каждый день вперёд с утра, На бой, на тру, На солнце водку пить, Тяжёлая работа, Вот только жаль за это, Денег не дают. Ну, это лично, А чрезвычайно лично, Романс о пиве, С несравненной гитарой Евгения Николаевича Быкова, Повреда. Скажите, Евгений Николаевич, Когда вы последний раз перепьёли? Не вспоминайте, Этого не было очень давно, Но с какой душой вот сейчас это сыграло? Да куда ж подушевливаться, Передомиться, если подушево? С каким же смаком В шесть утра Глотаю пиво? То, что дырится Из-под пробки на ветру, Оно вливается вовнутрь Неторопливо. Это не я. Ну, короче, так пьют лишь пиво И лишь только в утру Глоток в другой И вот шифровка Это передают на северную полюсу Эту песню. И наведённые на резкость Глаза и мысли возвращаются назад И унавожен на захарканная местность Вдруг превращаются в цветущий дивный сад На дне парит луча фентарного сияния Вчерашний грешник в вечной плене И сокращаются большие расстояния И приближаются иные трам-там-там По-моему, что-то вот важное идёт Такое, знаете, правительственная связь пробилась сюда Законтачил, закоротил, да? Ой, всё? Какой-то сегодня интересный у нас законодатель Так, резиденты Всё, споём песню «Караван», Которая как бы подытожит и шифровку с пьяной И пьяную шифровку неважно Для тех, кто не слышал эти песни никогда Поднимите руки, я всё равно не увижу Кто не слышал эти песни? Да вы что? Да как так? А как так можно? Да вы что? Не, ну, если чаю хоть налейте Просто на сухую нельзя её слушать Это караван, который идёт По желудочно-кишечному тракту Для врачей, гастроэнтерологов Ни к ночи будут помянуты Для тех, кто производит и испытывает оборудование Разлита медицинская грамма Николай Николаевич Что это такое? На первом ряду телефоны есть? Сдайте сюда Нет А что тогда пи-пи-пи Пи-пи-пи-пи-пи-пи-бу-пу Николай, у тебя есть телефон? Нет У меня выключено Это, знаете, мы сейчас поем, а может там на сфере России безоблачное небо передадут. То есть это микрофон заводится. Микрофон передает, он преобразует речь. Так он тоже громче передавать будет, понимаешь, там пеленгаторы ездят, у Сергея Фарион, а это на всей России идет. Ну ладно. По длинному тракту идет корабль, идет его рюмочка водки, за ней чуть поотдаль усталый бома. И маленький ломтик серелетки, за корочкой хлеба помято слегка. Редисочка волос сырая, за ней чуть надкусанный зуб чеснока. И рюмочка водки вторая, и сразу же третья, глоток на глоток, и все позабы в оранжире. Подожди, ждем. Замолчал ад, спугался. Секунда вторая, и снова легка. По тракту гуляет рюмашка, над ней кучевые парят облака. Последний глубокой затяжки, под ними затмивший волку и рейн, величием и щедростью йога. Неспешным верблюдом вступает портвей, с горбами залитыми туго. Межними покоются, да, два глупца, опять же чеснок с персиковой. Полстички межзубной состаткой вестца, опята ручного засор. Все дальше по тракту идет караван. Извилистый путь многотруден, рукавный занек средь кишечных салаван. Столкнул на обочину студент, но бодро урчит караванный народ. Хоть небо давно и дождливо, виднеется город, торговый живот, где будет раздел справедливый. И кто-то, подсунув лежалый товар, фекалией уйдет аккуратно. А кто-то, не выдержав внутренних свар, по тракту вернется от обогов. Но тот, кто остался в нирване брюшкой и принял крещение пива, Запомнит навеку, как из снега теплой прожидается новая дива. И снова готов для гостей до старха. И снова в клубе из водки кричит, эй-эй-эй, к нам идет караван. Ведет его рючка водки. Ведет его рючка водки. АПЛОДИСМЕНТЫ Как очень, практически уже сегодня мне надо больше, имею право забывать слова. Имею право вообще, знаете, это... Сережа Никитин забывает слова, это красиво у меня получается. Мне еще не очень красиво, но я буду стараться. Есть такой замечательный исполнитель Алексей Брунов из Питера. Я помню, на заре еще не запамятен нашей юности, мы вместе выступали. И я должен был выступать после него, как сейчас помню, в Питере концерт. И он стоит, поет, поет, вдруг так, молчание такое, пауза. Пауза грозит перед России в молчание. Я стою за кулисами, волнуюсь за него, и такой голос вдруг. А сейчас известный автор из Москвы Ленин Сергеев вынесет мне слова. А он всегда с собой носил штук десять записных книжек, такая стопка была. Чего он каждый концерт записывал, сколько он песен спел, какие песни. Ну, исполнителю надо, чтобы не повторяться там, не через раз, да? И я думаю, а че, я вынес всю эту стопку. Он так посмотрел мне дикими глазами совершенно. И, в общем, антракт было миллионами. Ну, к нам авторам проще, правда, Евгений Николаевич, да? К нам авторам проще. Да, вы что, Евгений Николаевич, между прочим, он диск кино писал, а седьмого апреля диск театр. Че хочешь, то играешь, автор, да? Начал мажор и закончил в миноре, правильно? Радостная для нас, Евгений Николаевич, мы начали работу над нашим новым диском, да. Когда он выйдет, не знаю, но первая песня практически уже потихонечку сделана. А вот посвящение Юрию Кукину, давай спою. ГРУСТНАЯ МУЗЫКА А наводь тоже летом не искал. ГРУСТНАЯ МУЗЫКА Не стало то мало, все ясно и просто, По-прежнему все хорошо. А рядом с луной предназначенный остров Пополнился новая душа. И кто там давно у костра потеснется И в кружечку щедро плеснует? Кому-то штрафнует, кому капель двадцать, И ясное дело споет. Споют, как желтеют дожди и стопады, Про то, как острый пик и крыш. Споют про Арбат и споют про Гренаду, И новенькую про Париж. Потом кто-то скажет, здесь тоже неплохо, Не лезет в глаза этот дым. И все разлетятся по разному порху, Чтоб снову приснется своим. А та, что похожа на доброго гнома, Из кружки плеснет в костерок, И вспыхнет звездой Над тоскующим домом Стреливший с небес уголек. Стреливший с небес уголек. На декабрьской Москве Драпированный снегами Пьяный дедушка Мороз С прохудившимся мешком Красный нос, конечно, свой. А в мешках, что под глазами Есть местечко и для слез Убегающий в тарелок. Ветер времени сурев, Он не знает сострадания, Он швыряет колки сынек, На побитый морею близ И в не лучшем из миров На задворках мира задания Одинокий человек Согреваясь пьет на бис Непонятная дама Непонятная погода Да спешащие назад Старомодные часы Вот такая-нибудь зима Наступающего года Солнца нет, но есть закат Очень средние полосы Ветер сам уже подмёрз Завывает из-под обдей И снежиночья мошка В душу норовит залезть И выпивает Дед Мороз Потому как нет подарков Потерялись из мешка Стыд и совесть, ум и честь Вот такая вот зима На задворках мира задания Нескончаемый закат Очень средней полосы Равнодушные дома Где исчезло сострадание И спешат, спешат, спешат Все спешат назад часы И спешат, спешат, спешат Все спешат, спешат, спешат Когда я стану стариком К друзьям приеду вечерком К таким же старикам Отбросив в сторону клюку Скажу, налейте старику Я вновь вернулся к вам И мы немного посидим В глаза друг к другу поглядим И первый час пройдёт Потом немножечко нальём Потом тихонечко споём И первый день пройдёт Мы будем спорить и кричать Ругаться и перебивать Как много лет назад Мы вспомним тех, кто не пришёл И с кем нам было хорошо И годы пролетят И пронесутся день за днём Мы всех ушедших подождём И встанем на крыло Он будет полным, этот клик Где каждый в сумерках один А вместе все светло И то, что было не с руки И то, что все мы старики Растает словно дым И пролетая зимний лес По машин крыльями с небес Таким же молодым И пролетая зимний лес По машин крыльями с небес Таким же молодым Когда я стану старикой Который идти? Погода хмурится И лупит каплями даже дня А старшина опять волнуется Мол, снова лёжа спать нельзя А мы, взабытый Богом в Руси Сидим два месяца подряд И по ночам про Беларусь Поёт мальчишка комбак Здесь звёзды красные, зелёные То снизу вверх, то сверху вниз Здесь все становятся влюблённые В одну и ту же дорогу жизнь И мы, взабытый Богом в Руси Её ловим на прицел И мы, взабытый Богом в Руси А наш комбак из Беларуси С них объясниться не успел И мы, взабытый Богом в Руси Мол, снова лёжа спать нельзя А мы, взабытый Богом в Руси Живём два месяца подряд И по ночам Растеперусские Поют другой же комбак Субтитры создавал DimaTorzok На горе, на гуночке, Стоит колокон ледока, А с нее по полюшку Лупит кулемет и лежит на полюшке С ободами и солнышком, С раз такой-то матерью Наш геройский взвод. Мы с ним лицо лопаем, Вскоре нагибаются они, Пули, как воробушки, Плещутся в пыли. Витрия Горохова Да сержанта Мухова Эти вот воробушки Взяли, да нашли. Тут старшут жопенников Говорит мне тот денега, Чтоб я принял смертушку За честной народ, Чтоб на колокольнике Захлевнулся кровушкой, Раз такой розыгрей Этот сукин кот. Я к своей винточке Крепкошки прилаживал, За сапог засовывал Старики ногам Славу третьей степени, Да медаль отважную, С левой клал сторонушки Глубоко в карман. У меня сухарик подали, У меня чинари бросили, У меня старшую крупенников Фляжку обрастал. Я ее испробовал, Вспомнил маму родную, Да папулю родному Быстро выбежал. А на колокольнике Сукин кот занервничал, Стал меня выцеливать, Чтоб наверняка Да видать цариночка, Малая песчиночка, И глаз попала лютым, Дернулась рука. Я в винтовку вырвел, Да упал за камушек, Шторм подумал, Выражена, Будто зацепила. Да он, видать, был стриган, Сразу не поверил мне, И пока мне камушку Клин нас засадил. Да ведь и не судьба была Пуля мне отпробовать. Сам старшой крупенников Встал так на парад. Сразу с колокольники И весело чирикая, В грудь слетели пташечки, Бросили назад. Сразу с колокольники И весело чирикая, В грудь слетели пташечки, Бросили назад. Горочки, пригорочки, Ваши колокольники, Что кому назначено, Чей теперь черед? Рана не зажитая, Память не убитая, Солнышко, да полюшко, Да геройский взвод. Рана не зажитая, Память не убитая, Солнышко, да полюшко, Да геройский взвод. Рана не зажитая, Память не убитая, Рана не зажитая, Память не убитая, Старый баки на реке, Ночь уже не вдалеке. В арке он зажитая, Память не убитая, Банжа бросит, Ты засинешь в своих волонах, Буду я плутать по тьмам, Да не дай Бог, На топлях ветер бросит, Ты засинешь в своих волонах, Буду я плотать по дивану, Да не дай Бог, на топлях ветер бросил. Старый бакет, как часы, Усмыхается в усы, И расчесывают их гребнем волны. Как последний солнцелуч Не вернется из-за туч, Вот тогда зажгут огонь свечкой полна. Как последний солнцелуч Не вернется из-за туч, Вот тогда зажгут огонь свечкой полна. На реке огонь горит, на борже матрос стоит, И я машу его рукой, словно в детстве. И боржа прошла уже, и спокойно на душе. Бахин, не гася огонь, дай покрец. И боржа прошла уже, и спокойно на душе. Бахин, не гася огонь, дай покрец. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и легкое коллективное пение. Песня заряженная, не устаю это повторять. Эзотерическая. Заряженность уже хотя бы в том, что ее будет вместе с нами петь Евгений Николаевич. Твоя песня? Бог творец любит. Как? Он одну пел. А! Нет, есть, у меня еще одна ночь. Это давно уже не происходило. Это твоя. Не, 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 ну что же. Он забьет впечатление от меня уже. Не, 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 я ревную. Он так далеко сидит. Я рассмотрел его истинный масштаб наконец-то. Я всегда говорю, некоторые показать хотят, что они умеют играть на гитарах. А некоторые вот не стесняются показывать, что не умеют. В вокале возьмем. По волне неба соленой, по речной, В пароходе, оплывающей свечной. Как поможена труба над нею дым. Только дым слегка не движ, а на дни. Зеленое небо, красное молоко, А больше краски не было у чудака. Для тех, кто затаился, говорю, что вот эти слова как раз надо пить. На песочке, Лена, сладко с горечкой, Целовались мы украдкой с горечкой. Зеленое небо, красное облако, А больше краски не было у чудака. Зеленое небо, красное облако, Стоп, 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 не-не-не-не. Ох, как я же люблю, что вот эти слова стали. Я говорю, ой-ва-вай, стоп, 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 стоп. Слова все знают. Я их спел в первом куплете. Евгений Николаевич тоже помнит. Лицо дома, он вступит когда надо. Когда все уже выступят, и тогда он как да сразу вступит. Микрофон лучше, чем у меня, всегда так. Договорка есть особенная такая. А, да, да, особенная такая договорка. В общем, зеленое небо. Три-четыре, зеленое небо, красное облако. Не верю. Вот, ей-богу, не верю, понимаете. Как-то... А вы, может, тогда выкладываешь и потянули? Это чувствуется. Потому что никто ничего сегодня не заказывал. Да сидите так... Типа снег, давление, норвежский циклон. Типа снег. Как говорил, товарищ Мико Семёнович Бирковский? Оно запело опять. Зеленое небо. Та-та-та-та-та-та. Надо петь, как вы говорили, прямыми детскими, задорными детскими голосами, да? А это покрыть. Не выйдем пока не всповедим. Ей-богу. Зеленое небо, красные облака, А больше красных не было, лучу кака. Так послушал, слушал, знаете. Ай, хорошо поете. Юрдовская капелла просто отличная. Но будет еще одна возможность. Так чтобы содрогнулся новый малый зал. Куда приглашаю всех 23 апреля на второе состояние ласки небеса. На листочке не на, на листе, не на зеленом. Хотя он и с Галечкой. Может быть и с Галечкой. Целание пролезает. Теперь уже с Валечкой. Это другой куплен. И заживу ревалась робкая луна. И тихонько освещала она. На самом деле тут можно петь любые слова. Главное что? Зеленое небо, красные облака, А больше краски не было. Ну наконец-то! 58 февраля. Зеленое небо, красные облака, А больше краски не было. Молчи! 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 Пока! Молчи! 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 С nomeь! Молчи! 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 все будет раздовольство, да, типа. Вообще, ты легально на третий круг пошел в песни, я так думал, что до пятницы это я совершенно свободен, да. Последующий. Ладно, до пятницы. У тебя сегодня эфир, понимаешь, снарядчик в золку. Ну, я бы сказал, только вот на эфир, а потом все. Ну, все живет отдельная жизнь. Бетон Борзянка за стеной веселым диском. Не угадал. Все, он пошел на деньги играть. С Толиком Иреевым долгое время работал, он большой любитель Басанова. А он всегда программу выстраивает, всегда вот точно, на листочке написано. Пошел, гуля, пошел. Да я, так погулял. Вот, и вот, я не могу, Лень, продемонстрировать, я начал рассказ, а мне нужны в обе руки. А он вдруг так разошелся и решил отойти от программы. Говорит, а давайте сейчас вот так поспоем. И начинаем. Я не знаю, ну, не знаю. Ага, тогда вот эту. Тебе труднее было скрить же. Ну, первый сегодня угадал. Угадай, ладно, угадай. Ну, подожди сейчас, угадай записку. Мама. Знаете, к 59 годам как-то что-то хочется читать по складам и крупным. Вот для записок я прочитал. Дорогой наш Леонид, я прочитал, так что-то неразборчиво. Мы тебя очень... Не, проще. Как-то другое подразумевалось. Очень сильно... Сильно. Очень сильно... А, очень сильно не грусти. Так это что? 50... А, так это стих. Дорогой наш Леонид, мы тебя очень проще, очень сильно не грусти. 59... Это не 78. Фу! Ну, давайте похлопаем. Мара и Ира. Ух ты! Целый коллектив. Это я положу к сердцу. У меня особое место, тут не сердце. Так. Колокольник. Опоздали. Опоздали. Нет, просили в тех записках. Леонид, спойте, пожалуйста, Батин. Ага. Это я не буду петь. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Это как-то ФСО, или что это? В общем, слово из тревогов, так. Для записок. Спасибо большое за ваши песни. Ух, хорошо, начинается записка. Мы сегодня тоже празднуем завтрашний день рождения. Мы сегодня празднуем завтрашний день рождения. А начали вчера. Ох, завтра я чувствую, бульба будет, да? Так что вам всего хорошего. О, Олен, спасибо. Это тоже стих. Нет, это белый стих. Кто написал, то написал, то сам читает. Выходят сюда, почитают. Тогда наша встреча затянется на долгое. Вот 23 апреля, я чуть-чуть тайну приоткрою. 23 апреля, в Волос-Первисе, на втором сочетании, поскольку 23 апреля это день рождения из-за изображения Шекспира, мы будем просто ставить отрывок из комедии «Буря» просто. И там входят мокрые матросы из ремарка. Вот мы будем думать, как это отобразить. Но кто придет, не пожалеет. Мокрые будут все. Может быть, свадьбу? Нет. А может и не быть. Свадьбу, ну как-то надо, что-то на следующие 59 лет оставить. «Цыганочка с уходом». Вот, между прочим, это как раз. Евгений Николаевич будет осторнять уход у нас. Но такое шермана не покажется. Там подыгрывает. А подарил бы мне «Газпром». А что, свадьбу на 59 лет «Газпром» подарить что-нибудь? Нет никого из «Газпрома», нет? Колитесь. Нет, да? Никого, 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 никого. А так, зал опустил. Так, а «Сбербанк», «Рослеспром». Ну какой-нибудь «Пром» есть вообще? Есть. Так? Такой твердый женский голод, кого есть? Вам посвящается. А подарил бы мне ваш «Пром» Акции два процента Я бы деньги сразу в дом На рубля и процент Подарил бы «Рослеспром» Аккупометров двести Я бы брел бы тоже в дом Все целей на месте Подарил бы мне с первого Пачки три валюты А закурил бы я товар Сделал по лице гоноты И толкнул бы газ Лезь Поменял бы валюту И купил бы у небес Лишнюю минуту А потом еще чуток Да и прошло б ненастье А так, глядишь, еще петок И проснул счастье И ох, хочется счастья Хочется, да Ай, да вот в народе говорят Такого не бывает Что за деньги всем подарят Время начисляют И мобильный телефон Человека-на-на-та Срок закончен и выйдем он А нет в жизни никого-ка Ай, то правда По квактам, то и живи, родной Ну и ладно, ну и пуст Живы, забрать чудо, живы Так сольем тоску и грудь Водочкой и пивом Да, ребята, я такой Мне не надо лишь Эй, ужотка, понужай, дубка, подарил бы мне лукойл, здрасте, барин, а нефтяную вышку и тогда уж не зевай, а живи красиво, стоп, 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 стоп. Ребята, мои лайки, чучу, водочки и пиво, ходи черноголова. Ребята, мои лайки, чучу, водочки и пиво, ходи черноголова. АПЛОДИСМЕНТЫ